Это какая-то балдежная вещь. Я еще вспоминала, что это такое? Мою ли температуру он вообще показывает? Вы, наверное, будете смеяться. Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня у нас будут покупочки с сайта Джум. Очень много всяких бьюти-штучек, всяких классненьких, мини-полезненьких, интересненьких вещей. В общем, приступим к распаковочке. С чего мы начнем? Начнем, наверное, с самого интересного. Это бьюти-штучек для нас, для девочек. Как вы знаете, я пользуюсь восковыми полосочками, когда делаю эпиляцию, верхнюю часть губы, делаю эпиляцию бедра. Я использую восковые полоски, причем, знаете, раньше я парилась о том, что восковые полоски должны быть отдельно для лица, отдельно для тела. Сейчас вообще не парюсь, у меня нет никакой аллергии, все подходит. Все ссылки, кстати, я оставлю под видео, где я заказывала. Вот такие полосочки. И, например, если я делаю на бедро, например, да, то я полностью использую полоску. А если я делаю на поверхности, допустим, усики убираю там или подмышки, то я просто отрезаю отсюда нужное количество, да, разогреваю между ладонями и раз-два убираю все это. У меня, на самом деле, на канале есть очень много роликов, где я убираю там усы разными, разными всякими штуками. Короче, вот я заказала, пять штучек в комплекте идет, пакетики. Вот такие восковые полосочки, они тут, не помню, с чем конкретно, без особого запаха. Ну, в общем, вот такие полосочки я заказываю. Дальше я заказала вот такой вот тональный крем. Очень много отзывов всяких разных. Кстати, на Joom, что хорошо, что есть разные отзывы. Люди пишут, и прежде чем что-то купить, можно почитать отзывы. И вот на такой BB крем очень много отзывов, причем хороших. Все очень-очень довольны. Я подумала, надо нам тоже его взять и затестить. Еще, кстати, в подарок пришли вот такие штучки, но они полностью на нерусском языке. Я даже, честно говоря, не знаю, что это пришло мне. Какие-то пробнички, а что там, я не знаю. BB крем мы открываем с вами. Он такой мини, красивенький, аккуратненький. Он был одного цвета, поэтому я думаю, он подходит под любое лицо. Так, я надеюсь, я надеюсь, что цвет подойдет. Так, мне уже нравится первое. Смотрим, растираем. Слушайте, мне нравится. Блин, он, по-моему, идеально вообще под мой цвет кожи. У меня очень разных много BB кремов или BB крем. Слушайте, идеальный. Насколько вот он будет перекрывать, вот это интересно. Запах нормальный. Неплохой, не супер-мега пахнущий, просто какой-то нейтральный. Нормальный. И такая консистенция, знаете, не водянистая, да. Прям, блин, мне нравится, мне хочется его попробовать. Но все бьюти-штучки отдельно, то есть BB крем там или тушь какая-то, которую я вам покажу, тоже я взяла. Это будут отдельные обзоры на моем втором канале. Ссылка на мой второй канал под видео, и там вот я точечно. BB крем мы сделаем с вами его, посмотрим, как он перекрывает все. Но свотч пока что мне очень нравится. Я не нанесла базу на руку, да. И у меня прям между вот клеточками вот этими, да, порами не осталось ничего. Знаете, бывает, мы наносим, да, и мы видим, что вот в этих сеточках кожных остался крем. И как бы вот он то ли под... Нету ничего, понимаете, он идеально просто здесь лег. И цвет вообще не отличается. Мне тоже кажется, что это какая-то балдежная вещь. Девчонки, переходите на второй канал, ждите обзор. И сразу накрашусь там как-нибудь. Но, блин, я очень хочу скорее затесить вот этот крем. Ссылка на него будет под видео, почитайте отзывы. Я, кстати, пользуюсь приложением Joom. Мне очень удобно за всем там следить. Все очень быстро приходит достаточно. И сразу приходит мне оповещение. Вот что удобно. Приходит оповещение о том, что все вас ждет уже в пункте выдачи. И я бегу скорее, бегу. Смотрите, еще я заказала две туши. Как вы знаете, я сейчас ищу супер-мега-крутую тушь. И вообще, честно говоря, не то чтобы даже ищу супер-мега-крутую тушь. Мне еще и кайф просто их экспериментировать. Одна из первых, то, что мне понравилось, это вот такие две. Я помню, что когда-то давно мне кто-то присылал две такие туши. Очень давно. И они очень интересно там красили. Одна была какая-то с частичками. То есть мы сначала наносим, да. И потом мы красим тушь. И ресницы получаются вот такие, как эффект нарощенный. Я когда увидела их, я думаю, да, затестим, дай возьмем. Здесь опять же все на нерусском языке. Я не знаю, какая что. Поэтому я сейчас открою и посмотрю. Вот, точно такое же было, представляете? Здесь кисточка у нас такая, она с волокнами вся. Без запаха. Вот. То есть мы их красим сначала, я так понимаю, этими волокнами. А, даже нет. Сначала мы красим, по-моему, тушь. Потом волокна. Потом тушь. Вот так вот. Обалдеть. Здесь кисточка у нас идет натуральная такая, немножечко изогнутая. Ай, такой запах классный. Классный, приятный запах прям. Ну и, в принципе, с кисточки убирается все лишнее. Можно использовать просто одну тушь, насколько я помню. Но вот именно эффект нарощенных ресниц, это вот вдвоем. Ну, блин, кайф. Девчонки, на втором канале конкретно будем тестить эту тушь. Две вот эти туши, они пришли вот так вот в пакетики. Там, по-моему, есть вариант, можно заказать еще в боксе таком. Я заказала вот в пакетике, вот так пришло. Можно, если на подарочек кому-то, то заказать в коробочке специально красиво. И вторая тушь. Сейчас я посмотрю, не знаю, будем мы ее тестить или нет. Отдельно. Если она сейчас покажется какой-то особенной, вот так вот она выглядит. Экспресс-контроль. Все, больше ничего не написано. Открываем, посмотрим кисточку. О, какая толстая, вау. Кисть толстая, но силиконовая. Запах нейтральный, то есть ничего такого неплохого, нехорошего не скажу. Даже можно сказать без запаха. Ну, прям мне интересно, как она красит. Слушайте, может тоже на нее сделать отдельный... Господи, испугался. Может быть тоже на нее сделать отдельный обзор, напишите. Ну, в общем, кисточку вы увидели. А как на моих ресницах, конечно, это нужны... Нужны прям тест-обзоры отдельные. Также из бьюти-бьюти штучечки, что я взяла? Появились вот такие на джун новые, я так понимаю, лаки. И я сразу захотела взять. Взяла себе 0,9. И я вставлю сюда, накрашу. У меня сейчас не накрашенные ногти, но как раз я накрашу все это. И покажу вам, как смотрится. Мне кажется, очень красивый цвет. Я открою, покажу вам здесь. Прям такой модный цвет. Так что ручки покрою. И сюда вставлю. Очень много разных цветов. Я прям растерялась там вот среди этих лаков. Ну и тоже вроде отзывы хорошие на них. И также взяла себе вот такой вот ремовер. Это тоже, по-моему, их там серия вся. Да, та же фирма. Винни Мэй называется. Magic Remover. Он вообще здесь какой-то интересной консистенции. Знаете, такой голубой, гелеобразный. И это для того, чтобы снимать ногти. Я на самом деле всегда в поиске не снимать ногти, а снимать гель-лак с ногтей. Я всегда в поиске какого-то хорошего вот этого снятия, чтобы быстро снимал, легко и не портил саму пластину. Ну, вот мне сказали, что вот это вроде фирма хорошая. И я заказала затестить. В общем, ремовер это потом. А вот лак я сюда вам вставлю и покажу. В общем, девочки, накрасила я вот этим гель-лаком ноготочки. Посмотрите, какой красивый цвет. Просто балдеж. Цвет именно тот, который я заказывала. Полностью соответствует картиночке. Мне безумно понравилось. Правда, я вам серьезно говорю, сейчас пойду и закажу более сложные цвета этого лака. Мне безумно понравилось, как он наносится. Он очень классно перекрывает все, не делает никаких разводов. Очень классной консистенции, то есть он не растекается. У меня есть разные лаки, мне есть с чем сравнить. Но вот этот просто бесподобный. Он уже с первого раза перекрыл, как бы, да, я вижу, красиво нанесся. Но два слоя просто прекрасные, обалденные. Обалденные. Сейчас пойду и попробую белый заказать. Еще я хочу вообще из их серии заказать и топ, и базу. Прям мне нравится. Вот качество лаков. Кайф, кайф, кайф. Заказала вот такую вот резиночку, очень интересную. Мне кажется, что она классная. Жемчужная. И, кажется, под какой-то образ она будет очень даже ничего. Она не сильно растягивается там, да, страшно немножко, что бусинки пороутся. Но самое интересное, на что она здесь? Обычная такая лесочка, да. Мы можем, в принципе, потом собрать сами. Ну, вот смотрите, как красиво. Даже вот с серым сейчас я отодену. Как красиво смотрится вот эта вот наша резиночка, да. Но вообще ее лучше не ей завязывать, а, например, сделали вы хвост какой-то высокий, да, и ее просто одели сверху. То есть не нужно ее вот так на два раза делать. Просто одели для красоты. И, допустим, высокий хвост держит вот такая красивая красота. Вот так вот, да. Вот, раз, и все. То есть тут уже есть резинка, которая держит прозрачно, а это для красоты. В общем, я для этого и взяла, потому что таких резиночек у меня еще не было. Дальше я заказала кисть. Я давно на нее засматривалась, присматривала. Я сейчас тоже пытаюсь свою смешанную кисть поменять, потому что, видимо, долго, когда пользуешься кистью, она начинает сыпаться. И я каждый раз, когда крашусь, у меня все просто, все вот вцепится. Надо новую взять, наверное, уже. И я, конечно же, увидела на Джум вот такую кисть, и я решила ее попробовать, взять. Кстати, мы можем одновременно затестить эту кисть и вот этот вот тональный крем. Можем это сделать вместе. Так что, да, вот когда перейдете, и будет тест, я прям вот на обложке вот так вот, наверное, и сфотографируюсь, чтобы вы понимали, что это тест на вот эти вещи. А так он мягко, мне нравится, что щетка, в принципе, такая беленькая, там разные цвета, по-моему, были. Щетка удобно держится. Здесь не смешанный ворст, я думала, чуть смешанный, но оно как раз для нанесения биби-крема или чего-то. Вот, и сама по себе площадь такая достаточно большая, да. Я думаю, что не буду портить косметику свою, но, мне кажется, должно хорошо наноситься. Пришло все, кстати, очень хорошо запаковано, у меня вообще нареканий ни к чему нет. Реально классно, мне нравится. Так, что у нас еще из бьюти-штучек у нас? О, прикольная штукенца вообще! Это, мне кажется, будет какое-то смешное и интересное видео, смотрите. Как думаете, что это вообще? Что это? Смотрите, давайте догадки свои пишите. Вот такая штука. Ладно, может быть, вы и не догадаетесь, потому что, на самом деле, когда я ее заказала, а потом она ко мне пришла, я еще вспоминала, что это такое. И мне надо было зайти в свои заказы, чтобы посмотреть, что это такое, и напомнить себе. Да, я хочу отдельное смешное видео на второй канал. Короче, это помощник для того, чтобы красить ресницы так, чтобы они там не отпечатывались. Ну, для рукожопов вообще, короче. Чтобы красиво, аккуратно накрасить ресницы. В общем, нижние ресницы, это я еще буду смотреть. Нижние ресницы мы вот так подставляем. И типа красим вот так, как забор, понимаете? А потом убираем, и получается все красиво. И верхние ресницы мы вот так подставляем. И типа красим, как забор. И все. А вот это вот мы еще можем, видимо, расчесывать что-то, либо бровки, либо реснички. Короче, мне кажется, мне, честно говоря, кажется, что я руками сама аккуратнее накрашу. Но я должна затеснить эту штуку. Я ее именно для этого взяла, чтобы вас повеселить и сделать развлекательный такой немножечко. Контентик на втором канале. Кстати, с лаками мне пришла еще вот такая штучка. Я не знаю, вот для чего. Тоненькая такая. Так, дальше. Я заказала еще такие вот висюрки. Это для Дэньки. Это для очков. Очень удобно. Просто шнурочек такой черный для очков. Вешаешь сюда очки, и ребенок не теряет очки. Ну, вы поняли, да? Сейчас же модно с этими веревочками. Но ребенку я там не беру что-то новомодное в плане там бусинки и так далее. Это я себе с бусинками там набрала. А ему взяла просто такой шнурочек, просто чтобы он не терял очки. Так, по бьюти-штучкам мы прошли. О, интересная, интересная вещь, которую я очень давно хотела себе приобрести. Это вот такое, знаете, сейчас во время того, что у нас происходит в стране и вообще в мире, да, часто мы можем увидеть вот такой вот термометр. Термометр этот, кстати, пришел в коробочке. Так, упакован, с инструкцией. Только инструкция на английском языке. И здесь нарисован на коробочке у нас ребенок. В первую очередь вообще, ну, это удобно либо на потоке где-то, да, когда нужно измерить температуру вот в наше время, да, это. Либо ребенку, который все время шевелится, или, может, он боится, не любит градусников. Вот раньше у меня Дэнька что-то там с этими градусниками, вот ему пока этот градусник поставишь, он что-то ерзает. Я тогда мечтала просто о вот таком. И у нас, кстати, такой термометр тоже в некоторых поликлиниках есть. Сейчас измеряют вот так на расстоянии. В принципе, у меня ребенок нормально меряет температуру без проблем, но иногда хочется это сделать побыстрее как-то, да. Я думаю, что все равно такой термометр, он не 100% показывает. Хотя здесь пишут, что он прям 100% показывает все. Не 100%, а 99, да, наверное. В общем, это вещь, термометр, который мы можем измерять температуру тела и можем измерять температуру поверхности. Вот. Я так поняла, потому что здесь несколько режимов. Работает от двух батареек ААА, мизинчиковых. Я уже вставила батарейки, я уже померила температуру себе, ребенку. Здесь сбоку у нас плюсики-минусики и вот сет какой-то, да. И здесь вот педалька, курок. Я нажимаю курок, здесь включается боди, пишет боди и лоу. Можем измерять. Я нажимаю, и это моя температура. 35,7. Какая-то низковатая, правда? Честно говоря, я не совсем могу понять, мне кажется, немножко такая какая-то игрушка, да. Еще раз нажимаю, опять лоу, да. 35,6 показывает, да. Давайте проверим третий раз. Мою ли температуру он вообще показывает, да. 36,8. Что же это такое? 36,9. Может, надо прислонять? А может, прислонять не надо. Вот, например, в некоторых я смотрела, они вот здесь, да, на расстоянии мерили. 35,9. Улыбочку показывает. А в некоторых, например, они на руку. 35,6. То есть, 3 градуса, да. Ну, не знаю, расскажите, кто знает про такую штучку. Я давно хотела. В общем, я ее взяла. Мне нравится. Можно, конечно, сравнить с нормальным градусником. Если по-быстрому, да, измерить вот так вот. Раз измерил, и все. Так, чтобы наверняка, то вообще даже не электронным градусником надо пользоваться, а прям ртутным, да, чтобы точно. И через несколько секунд он выключается, если мы им не пользуемся. Вот. Пришел хорошо упакованный, в целости, в сохранности, такой симпатичный. В общем, давно хотел, теперь он у меня есть. Это классно. Дальше я взяла для машины, смотрите, какую штуку заказала. Вообще, это самая удобная вещь. Я свою отдала, машину продала, и там эту штуку отдала. Короче, это просто вот такая кругленькая вещица, которую мы клеим на чехольчик. Лучше не на телефон, потому что потом ее просто не отклеишь. На чехол силиконовый или там какой у вас. А вот эта штучка, она просто на решетку, где, ну, решетка или как это называется, боже мой, на печку. Вот эти штучки для печки. Вставляете, и все. И потом телефон легко можно повесить, вот так, и очень удобно. Это вот. Ну, вы поняли, да? Она в комплекте идет. Оставлю ссылку под видео. Да, она прям в комплекте. Я еще отдельно такую штуку, по-моему, заказала. Думала, что не в комплекте, но она в комплекте идет. Это классно. Дальше. Для машины я еще заказала вот такие классные штуки. Тоже вам вставлю сюда, как это будет смотреться. Сначала оно пришло, я тоже забыла. Думаю, что это за прищепки. Зашла в карточку товара. А это как раз вот мне удобно. У меня на прошлой машине у меня было куда очки там положить, да, в специальное отверстие вверху. А здесь у мамы нету в машине. И это как раз на козырек вешается, вот так цепляется. И остается такая клипса. И на эту клипсу мы можем очки повесить, еще там что-то поставить. Ну, в общем, я покажу, как это смотрится. Вот такие две штучки в комплекте идут. Черная и беленькая. В общем, вот так вот клипса держится. И можно тут и фотографию зацепить, какой-то документ может быть важный. Очки можно также зацепить здесь. Просто у меня они с цепочкой. Поэтому неудобно вешать сейчас. Вот без цепочки нормально. И все. Оно либо прячется, вот с этой стороны также можно что-то еще прицепить. Либо открыть. Оно внутри здесь. Взяла вот такой вот пауэрбанк. Розовенький. Он пришел в такой коробочке. Коробочка жестяная. Смотрите. Тоже все пришло в целости и сохранности. Здесь такой коротенький USB шел. Вот так вот оно все лежало. Вот такая вот коробочка. Вот. Пришло оно у меня, кстати, заряженное. Здесь вот такие у нас отверстия. Для зарядки, подзарядки. Здесь мы включаем. И нам показывает, сколько заряда. На 4. Даже на 3,5 я бы сказала. На 3. По-моему, у моей Тани вот точно такой же розовенький. Он легенький. Он вообще такой классненький, портативненький. И прямо его по кайфу с собой брать. Вообще у меня много разных пауэрбанков. Но, знаете, один толстый, например. Такого же размера, но толстый. Ой, ой, ой. Другой тоже толстый. Он тоже примерно такого размера, только поуже чуть-чуть. Но он такой черный, такой громоздкий. Несимпатичный, да? А я взяла такой розовенький и классный. Вот. Он легенький, да, и вот розовенький. И он прям, не знаю, там, маленький. Видите, он маленький. Очень-очень портативненький. Так, и здесь у нас заряд на 12 тысяч. Вот, 12 тысяч. Написано. В общем-то, заряжает. Давайте проверим. А где мы телефон? Вот. Проверим, проверим, как он заряжает. Раз. Вот у меня тут. А, господи. И к розетке еду. Нормальная вообще? Я иногда запутываюсь. Так. Зарядка. Нигде не заряжаем. А, на, включи. Все, пошла зарядка. Включаем туда. Кстати, удобно вот это, что включить, выключить. Прикольно. И удобно здесь, что видно, сколько заряда здесь. Насколько он заряжен, да? Сколько у нас остается. Это вообще удобно. У меня на моих пауэрбанках такого нет. Короче, вот я довольна вот этой штукой. Буду с собой таскать. Следующее, что я так давно ждала. И, наконец-таки, оно пришло. Не знаю, попробую. Может быть, сниму тоже отдельное видео по этому поводу. Вам, думаю, захочется посмотреть. Это вот такие накладные штуки для моей кошечки. Я взяла прозрачные силиконовые такие ноготочки, да? И серенькие взяла. Вот такие силиконовые штуки, которые одеваются на клей нашему питомцу. Чтобы он не царапался, не царапал нам нашу мебель. Кто-то мне отговаривал, говорит, что что-то, если там клеишь, то потом что-то не открываются когти, там еще что-то, да? Кто-то говорит, ненадолго все это слетает. Чьи-то кошаки это все просто сгрызают. Я не знаю. Я попробую. Я взяла два на всякий случай. Они идентичны, в принципе. Клей входит. Стоит вообще копейки недорого. Я решила попробовать. В общем, посмотрим, когда я затестю все это, как это вообще будет у нас лично. А кто-то, например, этими силиконовыми штучками спасается очень хорошо. И я знаю, что я когда-то в магазин заходила, вообще первый раз увидела эти штуки, говорю, что это такое? Я говорю, как они вообще работают и все. Она говорит, ну у нас есть одна клиента, которая такой у нас вот берет их, да? И только ими и спасается. Да? А кто-то вот нет. Напишите ваш отзыв. Пробовали вы такие силиконовые штучки для котят ваших? Ну и последний лот. Последний лот, который я еще не распечатывала, но я точно знаю, что здесь. Вы, наверное, будете смеяться. Ой, как упаковали в две целые. Кто, интересно, догадывается, что? Та-да-да-да! Что это? А что это сирена? Помялась чуть-чуть. Капелюшечку. Короче говоря, девочки, это туалет, чтобы приучать свою кошечку к унитазику. Вообще, я уже думала взять ей там наполнители, взять ей домик там. Нормальный уже наполнитель, вот это силикогель, там все дела. Но если есть шанс, пока она у меня еще такая малява. Сколько я там? Четыре месяца, наверное, да? Или пять? Или сколько? Примерно четыре с половиной. Я думаю, а дай попробую еще на унитазик ее поприучать. Потому что я восхищаюсь котами, которые реально ходят как взрослые. Тем более, она все время, когда кто-то идет в туалет, она все время там бежит, залазит на него. То есть, ей прям нравится, да? Она у меня прям ребенок такой. И я решила попробовать взять. А тут два их даже. У него два. Один идет вот с такой вот сидушечкой. Один без сидушечки. Надо посмотреть. Смысл в чем? Мы кладем это на наш унитаз. Сначала мы сюда насыпаем вот этого ее, куда она там ходит, да? У кого что. И она как бы копает и приучается. Потом мы открываем вот эту дырочку. Одну. И оставляем дырочку. Дальше засыпаем опять ее... Блин, как это назвать? Ее наполнитель. Господи. Ее наполнитель, да? Вот она походила там недельку, например, да? Потом мы еще дырочку делаем посредине больше. Опять по краям сыпем, сыпем, сыпем. Короче, мы делаем дырку больше, 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 больше. В итоге она уже приучается, знает, куда ходить. И в итоге она уже должна становиться определенным образом. Вот эта маленькая, я не знаю, для чего. Надо еще посмотреть. Для чего маленькая? Может, это просто как крышка? Если что, да? Или как запасная, просто на всякий случай. Короче, будем пробовать. Напишите, кто пробовал своих котов на унитаз приучить. У кого это получилось удачно. А кто плюнул? Так, девочки, закрепила эту штуку на унитаз. В принципе, хорошо крепится вот такими штуками. Она прям держится. И я вам скажу, что кися моя сюда вообще не провалится никак. Хорошо все, мне нравится, держится. Короче, сыпем сюда наполнитель. И все. И приступаем к тренировкам, обучению. Представляете, собирала уже. И что-то увидела здесь еще в пакете вместе с туалетом. Короче, какая-то трава. Может быть, эта трава способствует тому, чтобы на нее ходили. Я не пойму даже, чем пахнет. Опять же, инструкция на английском языке. Ну, надо ее будет перевести. Или почитать отзывы еще раз. Я просто туалет этот видела в зоомагазинах. Поэтому решила, думаю, закажу на Джун его. Вот. Мне стало интересно. Что это за травка? Если кто-то знает, скажите. Может, да, спец. Чем пахнет, вообще не понимаю. То есть, я на запах не определю, что за травка. И здесь, кстати, нарисовано один. Every cat is unique. Короче, описание. То есть, первый шаг описания, что нужно сделать. Второй шаг описания, что нужно сделать. Короче, 10 шагов как раз. Сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5. Короче, здесь какие-то 10 шагов. А там 5 кружочков. Не знаю, как это связано. Буду разбираться. Если вы знаете, пожалуйста, напишите мне. Будет очень полезно. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Ссылки все на все товары я оставлю под видео. Заходите. Скачивайте приложение Джун с ним. Намного удобнее. Следить за всем этим делом. Также читать отзывы. И смотреть, когда что пришло. Сразу приходят уведомления. Куда, когда. И можно все получать. По поводу приложения. Я, кстати, вам уже говорила, что удобно. Что можно даже написать человеку, который пользовался какой-то вещью, которая вам очень нравится. И вы бы хотели ее взять. Вы можете через какое-то время человеку, который ее купил. Например, через месяц, через два. Написать и спросить, как она в действии. Вот это вот очень хорошо. Такая как бы социальная сеть. В общем, вот такие покупочки были в этот раз. Жду ваших комментариев, лайки. Люблю, целую. И прощаюсь до следующего видео. Не забудьте подписаться на мой второй канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok